Сегодня мы с вами продолжим тему Мидраш Раба к недельным главам. Этот урок по главе Никец посвящается для безопасности на Святой Земле, спасения всех заложников и излечения всех раненых. И я здесь выбрал несколько интересных Мидрашей Брешет Раба. Опять некоторые из них параллелей есть в Иерусалимском Тамуде, как я не раз говорил. Брешет Раба, именно вот эта часть Мидраш Раба, Брешет Раба. Он самый старый из всех частей Мидраш Раба, и он во многом параллелен именно Иерусалимскому Тамуду, Тамуду земли Израиля. Первый Мидраш здесь, он хорошо очень цитируется, хотя его понять очень трудно. Говорится, что Йосеф тем, что он попросил, помните, в конце предыдущей главы он попросил главного виночерпия, «Вспомни про меня, когда тебя снова вернут на свою позицию, пожалуйста, вспомни, замолвай, как говорится, словечко». И говорится, что из-за того, что он вложил, так сказать, уповал на человека, вложил свою, так сказать, свой бетахон, положился на Басар-Вадам, плоть человеческую, он из-за этого еще на два года застрял в тюрьме. Сколько вообще Йосеф был в тюрьме? Есть большой диспут на этот счет. Некоторые, сказать, считают, что он почти все время до сих пор провел в тюрьме, то есть, когда он попал в Египет, мы знаем, ему было 17, так сказано, в начале главы Баишеф, а перед фараоном его он встанет, да, вот как будет написано в нашей главе в начале, когда у фараона будет сон, и его вытащат из темницы, ему будет 30 лет. Так вот, из этих 13 лет, пока он был в Египте, некоторые считают, что 12 из них он провел в тюрьме, то есть, практически сразу, по их мнению, произошло то, что произошло в доме Патифара, он сразу стал довольно быстро, карьерный рост у него был быстрый, он довольно быстро стал вторым в доме Патифара, потом, соответственно, жена Патифара его попыталась искусить, и, соответственно, когда это не получилось, и она на него поклеп свой сказала, и в результате его заключил в тюрьму Патифара, это все в течение года произошло. Получается, он в тюрьме был сначала 10 лет, потом, соответственно, когда он отправился, когда отправились, решение было сделано фараоном по отношению к двум этим его работникам, его офицерам, да, и главный веначерпи был возвращен, то из-за этого, говорится, Йосеф еще лишние два года провел в тюрьме, что он слишком положился на этого человека, и Всевышний сделал так, чтобы показать как бы спасение, что только от Всевышнего, а не от человека, что не сам веначерпий вспомнил, а только когда уже Всевышний послал сон фараону, тогда уже веначерпий, наконец, вспомнил про Йосефа, вот. Но есть и другой подход, что Йосеф в тюрьме был сравнительно недолго, и тогда получается, что он основное время в тюрьме провел именно из-за того, что он слишком положился на этого веначерпия. Да, возможно, что его карьерный рост в доме Патифара был не таким уж и быстрым, возможно, много лет был в доме Патифара, только вот сравнительно недавно он попал в тюрьму, и потом вскоре провинились два офицера фараона, и тоже попали в тюрьму, и потом, по мнению многих комментаторов, через год, да, они вышли из тюрьмы, им сон этот приснился через год после того, как они уже находились в тюрьме, по многим мнениям. А потом, соответственно, да, и там Ямим говорится, Ямим может значить год. И потом, соответственно, они вышли из тюрьмы, а главного пекаря фараон казнил. И вот через два года после этого уже приснился наконец-то сон фараона. Наша главная часть, это со слов, что и было через два года после. Через два года приснился фараону сон. Возможно, что снова в день рождения, да, так же, как он тогда помиловал и начерпив свой день рождения, а теперь ровно через два года ему приснился сон, значит, это опять было в день рождения. Может, это, кстати, прибавило веса такому сну, что день рождения сны обычно, наверное, более весомые с точки зрения фараона, вообще, суеверных людей в то время, да, что в сам день рождения ему приснился сон. Так или иначе, наш Медраж, получается, критикует Йосифа, что он слишком уж положился на этого главного виначерпия. Хотя, с другой стороны, здесь же в Медраше выглядит, что Йосиф таки полагался на Всевышнего. Но вот все равно его на его уровне критикуют. Этот Медраж, он очень сложно его понять, действительно. А что человек не должен разве делать? Есть штатлут, мы же всегда делаем. Стараемся, такая возможность прислать Йосифу наоборот. Он наверняка полагал, что это от Всевышнего так произошло, что это Минашамаем, как говорится, с небес так вышло, что как раз к нему попал человек, которому он интерпретировал сон в хорошую сторону. И теперь, когда он выйдет, он будет, может быть, благодарен ему и попробует его вытащить из этой тюрьмы. И тем не менее, все равно на его уровне это считается немножко недостаток. Бетахон, да, недостаточно он положился на Всевышнего, что он слишком вложил свою уверенность в этого человека. И пришлось ему два годика подождать еще в тюрьме, лишних два года, чтобы понять, наконец, что все зависит от Всевышнего. На человека невозможно никогда уповать. Окей. Следующая интересная здесь агада и похожая есть у нас в Талмуде в трактате Брахот. У нас очень много есть в последнем перике Брахот. Я когда-то это переводил все. Разных агад по отношению к снам. Как интерпретировать сны. В том числе есть такое интересное утверждение, что сны зависят от того, как их интерпретируют. Как скажут, так и будет. И учится-то и слов вот этого главного веночерпия фараону, что и было, как он сказал, так с нами и произошло. То есть такое впечатление, что халамот халхима харапе. Сны идут за тем, как они интерпретируются. И вот рассказывает здесь история, что одной женщине был определенный сон, и Равин не всегда интерпретировал в хорошую сторону, что у нее родится еще ребенок. И это сбывалось. А потом Равина не было, и его ученики по-другому интерпретировали, в плохую сторону почему-то. Так он на них очень обиделся, Равина разозлился. Как же вы могли? Да, ведь многое зависит от того, как интерпретируешь. На самом деле это все не так просто, опять же. Даже если сны часто зависят от того, как их интерпретируют, это не значит, что любая интерпретация всегда произойдет. Это, видимо, зависит еще от людей. Так говорят каббалисты, что некоторые люди, у них есть определенная, так сказать, возможность интерпретировать сны. У них это талант такой, что то, как они интерпретируют, действительно разбывается. Но это не то, что любой человек, когда будет интерпретировать сны, каким-то образом обязательно сбудется. Со снами вообще очень сложно. И у некоторых из наших мадрецов вообще не очень серьезно относились к сна, и здесь тоже приводится это мнение. Опять же, и в Тамуде, в Тракате Брахот, оно есть, что, как говорит Раби Авагу, что сны они не поднимают и не опускают, что никакой роли не играют. Бывает, кстати, что плацебо-эффект сыграет роль. То есть от того, что человек верит, что интерпретация сна сбудется, это само по себе может быть какая-то по-английски self-fulfilled prophecy, да, если человек сам во что-то верит, то это может и привести к тому, что он будет так действовать, что так и произойдет. Ну, представьте себе, например, что человеку приснился плохой сон утром. И он действительно верит, что это должно сбыться. Или ему интерпретировал кто-то в плохую сторону этот сон, и он очень доверяет этому человеку. Так он как бы ожидает уже несчастья в этот день и ведет себя так, что каким-то образом притягивает, как магнит, теперь все проблемы к себе. Вот. А если человек думает, а, все будет хорошо, Всевышний мне поможет, ну, во многом вот сны, они связаны именно с тем, что человек сам думает, так оно часто и бывает. Знаете, ведь на этом и основана идея, что один из советов в Талмуде, когда коины благословляют народ, то если у человека плохой сон, который он не понимает как-то, да, и боится, то пусть скажет перед коинами есть определенная молитва, чтобы все сны превратились в хорошие, как для Йосифа, и что все будет хорошо. И также есть, даже без коинов обычные, специальные нусах, так сказать, которые в конце седуров напечатаны в некоторых седурах, где человек просто перед тремя встает и говорит, вот мне приснился сон, я не знаю вообще, что он значит. И они ему говорят, пусть твои сны сбудутся самым лучшим образом, и, в общем, есть там определенный, да, определенный диалог, он что-то говорит, они что-то ему отвечают, все, чтобы он себя чувствовал хорошо, а раз чувствуется хорошо, скорее всего, ничего тогда плохого не произойдет. Вообще, мы очень плохо понимаем, какие сны хорошие, какие плохие. В наше время мало кто разбирается в снах. В Талмуде очень много есть про сны, но в любом случае мы плохо в этом всем разбираемся. Поэтому, если раньше, например, в древние времена люди постились, если у них плохой сон, сегодня это не советую делать. В частности, когда нельзя поститься, можно было... В те времена Талмуды решают поститься даже в субботу. Обычно в субботу нельзя поститься. Но если у человека был плохой сон, чтобы он себя лучше почувствовал, постились даже в субботу. Только Шуханах пишет, что в наше время мы в основном не постимся, потому что большинство снов мы не знаем, хорошие они или плохие. Только вот разве что, если сон явно известно, что он прийдется в плохую сторону, там есть определенные исключения, очень редкие, которые Шуханах приводят. Я не буду во все это вдаваться сейчас. Теперь, интересный очень метраж и важный, который описывает, где именно был голод. Вы знаете, что в Торе слово коль все, все, всех, это не значит действительно все, как в математике, скажем, если скажем бы, все простые числа, кроме два нечетные, например. Принципы математики, они очень четко сформулированы. А вот слово коль в святом языке это слово более общее. Оно может значить, коль может означать совсем не все, а какое-то место конкретное или какие-то определенные. Так вот, например, говорится, что везде был голод на всех землях. Все земли приходили к Иосифу покупать зерно. Так Рамбан спрашивает, что как все? Ясно, что из далеких стран не могли они все приходить к Иосифу? Что они делали бы в далеких странах? Наверное, только соседи Египта. Поэтому все, все имеется в виду рядом с Египтом. И также вот здесь Медраж это приводит, говорит, что весь голод был в трех землях, кроме самого Египта. Они говорят, что это Финикия, Аравия и Палестинья. Они уже используют выражение, которое тогда, вы знаете, что слово Палестина, оно связано с тем, как римляне называли эти места. Во время Хазали уже это слово распространилось, и они называли тоже землю Израиля Палестиной. Я вам рассказывал на других уроках, что, в принципе, слово Палестинец когда-то применяли именно к евреям. В английских, например, паспортах при мандате арабам писали просто Араб, а евреям писали Палестинец. Потом уже, когда из-за политических причин стали арабы земли Израиля, которые оказали землю Израиля в последние, допустим, многие из них, они приехали уже при англичанах, когда инфраструктура стала улучшаться и появились работы. Поэтому многие из них, они не только не коренные жители, коренные там, до какой-то степени коренные, можно сказать, это некоторые из бедуинов, определенные племена. Мы самые коренные жители из тех, кто вообще в земле Израиля живет сегодня. Мы там уже больше трех тысяч лет, никто из историков никогда не спорил, что, например, во время Хашмунаев, вот сейчас Ханук, когда мы празднуем Ханук, во время Хашмунаев, были миллионы евреев на святой земле. С этим не спорит абсолютно никто, кроме недалеких людей, которые вообще ничего не знают, но они продвигают такую идею, что мы чужаки, а они палестинцы, так сказать, там коренные жители. На самом деле, арабское возобнование всех этих земель, в том числе земля Израиля, произошло уже после ислама, то есть тысячу лет даже после Хашмунаев. Еще через тысячу лет после Хашмунаев, уже когда на греческий была давно переведена, уже, да, все эти названия, вот, например, они говорят, что Газа на самом деле называется, по их мнению, типа Газа, как-то так, у них есть специальная буква между Айном и Гимелем, еще одна буква, Гхайн, как-то так ее называют, они говорят, что это правильное произношение слова Газа. Я уже нескольких людей видел, которые на мои видео на Ютьюбе это писали, что не Аза, как мы произносим через Айн, это гортанный сильный звук, не просто Айн, это не гласный, это гортанный звук, Аза. А, говорят, правильно, как они произносят? Так ответ очевидный, они стали произносить когда? Когда арабы завоевали эти места. Но до этого этот город уже пару тысяч лет был еврейским. Когда-то был вообще-то филистимлянским, да, филистимляне, он вообще из греческих островов, еще до этого кнонийским. Но еврейский этот город, он уже был очень долго. И уже на греческий перевели Тору, и тогда, так как не было буквы Айн в европейских языках, то тогда перевели его как Г. Вообще буквы Айн обычно переводят как Г. Гамора, например, а не Амора. Амора. Содом и Амора. А потом уже арабы, которые туда пришли, они называют Хазари. Но арабы, они появились гораздо позже, и большинство истории там вообще было пусто почти, что никто почти не жил. Почему мало людей жил? Еще Марк Фенсер, это недавно бывал в земле Израиля, и там была практически пустота. Я уж не говорю в более ранние времена, но было какое-то количество арабов, их стало гораздо больше при британцах. Но и тогда они не назывались а палестинцами, и не считались отдельной нацией, отличающейся от других арабов, там, Сирии, Египта и других. И уже потом, потом, когда евреи сделали свое государство и стали называть себя израильтянами, то тогда появилась, так сказать, нация палестинцев. Оказывается, эти арабы, они чем-то отличаются от обычных арабов, и стали называть себя первыми, что они там, так сказать, коренные. Но, во всяком случае, слово Палестина мы видим уже в Медраше, опять же, этот Медраш, он задолго до Ислама появился, и задолго до того, как там появились арабы, и вот называют землю Израиля, они Палестиной, ну, Аравия, это арабы, соответственно, да, и третья страна здесь, это Финикийцы. Финикийцы, это для сегодняшнего Ливана. Там сейчас тоже арабы, но когда-то там была другая нация, очень талантливая, и с которыми очень хорошие были отношения у евреев обычно, еще с времен Давида, Ислома, Финикийцы, да, Фойнишенс по-английски. Итак, значит, говорит Медра, что вот только эти земли, там был голод, ближайший к Египту земли, и вот оттуда они ходили в Египет покупать зерно. Ну, и, соответственно, семья Якова пошла, потому что они жили на Святой Земле, и там тоже был голод. Но в других далеких странах голода не было. А вот следующий отрывок, он связан с халахой, что довольно-таки редкость для Медрошраба. Медрошраба, это же не халахический Медраш, он в основном агодический Медраш. Халахические Медраши, это, в Брешитах вообще нету, но это, к другим книгам Тора есть Медраши, которые именно связаны в основном с халахой, это Михилта, книги Шимот, Сифра, книги Ваикра, и Сифре, книгам Бамидбары Дварим. А вот Медрошраба, это в основном тут халах очень мало. Хотя есть некоторые Медраши, например, книги Дварим, которые всегда начинают с халахи. Но в Брешитрабе вообще немного халахот. Но вот здесь начинается халахот, причем многие из них у нас есть в Талмуде и в Бавилонском тоже. Но начинает Медраш с того, что когда обсуждают идею Миньяна, Миньяна, это когда есть 10 мужчин, которые считаются кворум, называют эта группа, где можно произносить уже кадиш, там и разные другие части молитвы, те молитвы, которые только произносят из Миньяна. Дословно слово Миньян просто значит, что подсчет, количество определенное. Но сколько? Откуда мне нужно именно 10? На самом деле в этом есть экоболистическая идея. 10 связано с 10 сферами, 10 видов управления так сказать, с Всевышним миром. Можно сказать, я это сравниваю с футбольным полем. Здесь, допустим, есть команда и, допустим, никого нет, кто раньше был вратарем. Тогда берут кого-то из защитников, из никого другого нету. И непрофессиональная команда просто собрались дети играть в футбол. Ну, решают, кто лучше всех будет на защите. Окей, этот будет защитник. Кто лучше всех будет вратарем. Ну, вот этот, может, он непрофессиональный. Он постоянно играл, допустим, в защите или в нападении, но сейчас он его поставят на ворот, потому что нет никакого вратаря. Так вот точно так же 10 человек, которые собрались, у них у каждого есть какая-то своя душа, свои какие-то свойства, свои какие-то склонности. Один из них может быть ближе всего к сфере Малхут, например. Другой к сфере Есот. Третий к сфере, допустим, Гвура. Разные виды управления, да, связаны с этими людьми. На самом деле, если бы были другие люди, то, может быть, тот, кто сейчас взял место Малхут, он был бы, может быть, в Гвуре. Но так как никого другого нету, то он становится вратарем, так сказать, он становится в Малхут. То есть получается, что дети, которые зашли, автоматически так распространяются влияние Всевышнего Кабаления всех десяти сфер. Каждый, как его душа, больше всего подходит именно к этой сфере. Ну, может быть, что они все, в принципе, все десять из Гвуры. Но кто-то ближе все-таки к Малхут, а кто-то ближе к Хесет из этих людей, которые из Гвуры. Для тех, кто изучал Кабалу, поймут, наверное, что я имею в виду. В любом случае, есть много причин, почему именно десять. Даже то, что у нас десять пальцев и десятиричная система исчисления, согласно Кабале, это причина не в том, что так как десять пальцев, поэтому стало десятиричное исчисление. Обычно так в учебниках математики пишут, что в старые времена стояли, например, в примитивных племенах. Один человек загибал пальцы, когда он доходил до десятого, он переставал загибаться, а следующий загибал один палец. И так они получили десятиричную систему исчисления. Если даже это так, но причина в том, что значит у нас есть десять пальцев. А почему вообще десять пальцев? То есть тут причины и следствия, согласно Кабале, поменялись местами. На самом деле, Всевышний сделал у нас десять пальцев, потому что он хотел, чтобы у человека проекция десяти сферот была на десяти пальцах. То есть это не просто случайно, что она на десяти пальцах, поэтому десятиричная система исчисления. Наоборот, Всевышний хотел, чтобы была десятиричная система исчисления. Везде десятка играет очень большую роль в иудаизме. Десять заповедей, десять изречений, которыми был создан мир. Да очень много десяток есть. Так вот, именно десять мужчин составляют, кворум составляет Миньян. Откуда мы это знаем из стихов? И вот одно из доказательств здесь как раз из нашей истории, поэтому этот метраж здесь. Что сколько детей, детей Якова пришло? Десять. И они называются, да, как бы группой уже. Есть и другое доказательство. По другому мнению, учатся из десяти разведчиков, которые тоже называются Ида, да, как бы общиной, группой, правда, плохой группой, которые десять из двенадцати разведчиков, которые пришли после разведывания Земли Израиля, сказали, что мы не сможем туда зайти. Которых называют плохая община. Значит, она все-таки община из десяти человек. Ну, как бы там ни было, раз уже речь пошла об общине из десяти, то они обсуждают, можно ли ребенка включить. Обычно нужно, чтобы десять было взрослых мужчин. Взрослые имеются в виду с тринадцати лет. Не такой же взрослый с точки зрения современных представлений, но раньше люди, во-первых, жили меньше, во-вторых, взрослели быстрее, были более независимы. И многие женились в этом возрасте, поэтому тринадцать лет это вообще-то довольно большой возраст. Сегодня можно себе позволить, что дети там до двадцати или до двадцать учатся еще. Поэтому тринадцатилетний мальчик это, в принципе, по Торе уже взрослый человек. И миньян, соответственно, должен иметь тринадцать взрослых, десять взрослых людей, больше тринадцати лет, не меньше тринадцати лет каждый. Но есть мнение, что одного ребенка можно включить в миньян при определенных обстоятельствах, потому что называется саниф. Мы это все подробно обсуждали, когда изучали трактат Брахот. Это все в Талмуде тоже обсуждается. На практике у нас халаха, что нельзя включать детей в миньон, но есть какие-то раввины в каких-то очень редких ситуациях, когда разрешают. Тут еще обсуждается, если поможет, что ребенок держит цветок Торы. Очень много есть разных вопросов насчет того, когда можно еще одного именно ребенка включить. То есть девять мужчин и один ребенок до тринадцати лет. Если очень большой дохак, и без этого меня надо совсем не собрать. И еще обсуждается насчет ребенка в отношении Берката Мазон и Зимуна. У нас же есть закон, что если трое мужчин ели вместе, то делается Зимун. Если десять ели вместе, то делается Зимун с именем Всевышнего. Так вот все это здесь обсуждается, в каких случаях можно включить ребенка. Вот уже в случае Берката Мазон Сифардим более мягкий и Шуханарх постанавливает, что одного ребенка можно включить в случае троих. То есть если есть два мужчины и один ребенок, то можно делать Зимун по мнению Шуханарха. И также Шуханарх постанавливает в случае десятерых, если есть девять мужчин и один ребенок, то делает Зимун с именем Всевышнего. Но вот какой должен быть ребенок, да, как говорится, тот, кто знает про того, кого мы благословляем, так сказать, о Всевышнем имеет представление определенного возраста достиг. Некоторые говорят шесть лет, некоторые говорят девять лет. Но это все для Сифардим. А Рыма, главный ашкенадский мудрец, пишет, что мы вообще не включаем детей. У нас до 13 лет никого не включают Зимун. Вот. И вот, как я сказал, здесь метраж, я не стал здесь его переводить, здесь метраж очень много из этого приводит, разных мнений насчет того, детей в Зимун или в Миньян. И заодно здесь метраж обсуждает еще один закон. Если ели не все хлеб, когда делают Зимун, имеется в виду, что поели трое или десять хлеб. А вопрос, а если поели, допустим, некоторые из них хлеб, а некоторые другие какие-то виды пищи. Здесь тоже я не стал переводить здесь метраж, но что касается практически халахи, у нас халаха, что в случае десятерых нужно, чтобы семеро ели хлеб, а трое могут есть что-то другое или пить что-то. И тогда уже это Зимун. Ну, разумеется, те, кто-то делает Зимун, он должен был есть именно хлеб, он должен быть взрослым. Но остальные трое включаются, чтобы всего было считалось десять. А вот если шесть и четыре, хотя это большинство, но это незаметное большинство, как бы неявное большинство, поэтому этого недостаточно. То есть шесть, которые ели хлеб, и четверо ели, допустим, овощи. Уже Зимун не делается именем Всевышнего. А вот что касается троих, есть диспут, можно ли двоим есть хлеб, а другим что-то другое, третьему я имею в виду что-то другое, и считается ли это Зимуном или нет. Поэтому лучше в такую ситуацию не попадать, лучше попытаться уговорить третьего тоже поесть хлеб, и тогда точно будет Зимун. И дальше еще один мидраж, продолжение того же мидража, который у нас полностью в Ирсенском Талмуде, даже в двух местах, и в трактате проходят в трактате Назир. А именно рассказывают, вы же видите, почему этот мидраж сюда попал, это все связано опять же с Зимуном, но рассказывают сначала о том, что было 300 Назиров, которые, вернее, да, 300 Назиров, им нужно 900 Корбонот принести, каждый Назир принесет 3 Корбона в конце. Они, значит, были бедными и не могли принести. Пришли перед мудрецом того поколения, Шимон Бен Шатах, это было во время второго храма. Он половине из них нашел способ освободить их от Назируда, то есть задним числом аннулировать их клятву. Назируд, это как любой обет, его можно аннулировать, здесь человек жалеет. Значит, половину он освободил, а половина не знает, что делать, не может найти им никакой возможности, что они недостаточно жалеют как бы задним числом, чтобы их освободить. Тогда он пришел к своему, говорится по-английски, brother-in-law, это был муж его сестры. Считается, что царь Янай из потомков Хашманаев, но он был нехороший человек, про него много плохого сказано, но Хашманаи, те праведники, которые произошло их руками чудо Хануки, они потом, их же внуки или правнуки уже совсем испортились. И вот царь Янай, сын Йоханана, Александр Янай, он был очень плохой человек и преследовал раввинов в том числе. Так вот, он был женат на сестре Шимон Беншатаха и говорится, что тот пришел к нему и говорит, что вот есть 300 назиров, половину я беру на себя, а половину ты спонсируешь их, карбонот. Тот спонсировал, а потом кто-то ему рассказал, что Шимон Беншатах ни копейки не заплатил, что он просто освободил вторую половину назиров. Тогда Шимон Беншатаху пришлось скрыться. Он боялся, что его царь просто убьет или как-то накажет. Так он убежал. Позже приехали какие-то вельможи из заморской страны и у царя Янай даже некому сделать броку как следует. Он сам даже не может сделать Беркат Амазон и Зимон, как положено. И тогда он пообещал своей сестре, что он не тронет Шимона Беншатаха, чтобы только его привезли. Вообще эти заморские князи по нему, похоже, скучали, по Шимону Беншатаху. Они говорят, вот всегда вот здесь сидел такой мудрый старый еврей, мы хотим снова его увидеть, да, он такие мудрые речи всегда говорил. И тогда, значит, обещал царь Янай своей жене, что если она привезет Шимон Беншатаху, он его не тронет. Ну, тот пришел, Шимон Беншатах уселся там, понимаете, между царем и царицей, что он считает, что ему положено важное место, он же мудрец Торы. И объяснил, почему он так сделал, когда его Янай спросил, так кто-то его спрашивает, зачем же ты меня обманул? Он говорит, я тебя не обманул. Я половину Назиров, ты половину Назиров взял на себя, я как я умею, то есть освободил их с помощью мудрости Торы, а ты как ты умеешь, что с деньгами заплатил за их карбонот. Окей, в общем, они поели, и потом, а Шимон Беншатах, между прочим, ничего ему не дали есть. Когда он пришел, ему ничего не дали, они уже поели, и говорят ему, сделай для нас Беркат Амазон. Делали Беркат Амазон, обычно, стакан вина. Так он поднимает стакан вина и говорит, благословен тот, чью пищу ели Янай и его друзья. С сарказмом говорится, он же ничего не поел. Зимон застоит из того, что человек приглашает других благословить Всевышнего, чью пищу мы все вместе ели. Он говорит, благословен тот, чью пищу ел Янай и его друзья. Янай опять на него злится, говорит, ты опять издеваешься. Он говорит, а что мне сказать? Сказать пищу, которую мы не ели? Я же не ел ничего. Вся эта история в Бабилонском тамуде есть похожим образом. В общем, в результате ему дали поесть, и потом он сделал Брикат Амазон. В Бабилонском тамуде говорится, что он выпил сам этот стакан сначала, и потом сделал Брикат Амазон на другой стакан. И на это говорит тамуд, что с этим не согласились другие мудрецы, что невозможно делать Брикат Амазон, если ты сам не ел хлеба. То, что он только выпил стакан вина, недостаточно, чтобы делать Брикат Амазон для других. Еще один интересный драж есть параллельные услуги этому у нас в Тамуде в начале Трагдата Псахим, что обычно они не хотели никогда говорить ничего плохого, поэтому они только намеками говорили, если кто-то умер, они не хотели говорить открыто, а как бы намекали на это. Вот, например, если спрашивают человека, допустим, родственник приехал из заморской страны и говорят, мама жива до сих пор, он отвечает, папа жив. В смысле, что можете догадаться, раз он не ответил насчет мамы, то значит, все уже, она уже умерла. Как-то так. Так вот, здесь они учат, что что-то похожее произошло между Йосифом и его братьями, что когда братья говорили про своего отца, ведь Йосиф был продан, когда еще Ицхак был жив. Хотя описано смерть Ицхака до этого, но это просто Тора захочила с Ицхаком, и всю историю Йосифа и его братьев описывает отдельно и уже не вдается больше в то, когда именно умер Ицхак. Но Ицхак умер после того, как Йосиф был продан, до того, как Яков спустился в Египет. Так вот, когда они как бы намекнули тем, что их отец жив, значит, дедушка уже умер. В смысле, по мнению этого Медраша, когда Яков спросил, когда Йосиф спросил, жив ли ваш отец, так он сказал двойное выражение, ваш отец старик. Так считает Медраш, что он спросил на самом деле и про вашего отца, и про старика, то есть про Ицхака, про дедушку. И они ответили, что жив наш отец, с ним все хорошо. Мир, так сказать, нашему, шалом нашему отцу. Значит, они этим подсказали, что, значит, дедушка уже, уже его нету в живых. Последний здесь интересный отрывок, он тоже в нескольких местах встречается, когда братья позже пытаются их поймать, Иосиф с поличными, ну, посланник Иосифа пытается их поймать с поличными, что один из них украл его кубок. Это все была подстава, как мы знаем, но выглядит, как будто он серьезно, да, подозревает их, что они украли кубок Иосифа. Так вот, они ему отвечают, что мы же даже деньги вернули, которые в прошлый раз, да, ваш владыка, она, случайно получила, что деньги оказались в наших сумках, мы их вернули. Только уж тем более, мы ничего не будем забирать. В смысле, даже то, что по ошибке к нам попало, мы возвращаем, тем более, мы не будем у вас воровать ничего. Так говорит здесь-то наш Медрас, что это один из десяти кальвахомеров в Торе, что есть где-то десять мест, имеется в виду во всем Танахе, в Торе здесь это не пятикнижья, а весь Танах, во всей еврейской Библии. Говорится, есть десять случаев, когда своего рода кальвахомер, принцип тем более. Уж если так-то, то тем более так-то. И они приводят разные примеры. Например, когда говорит Моше, если уж меня не послушали еврейские евреи, то как меня послушает фараон? Это кальвахомер. Хэнбне Исраэлло Шамули. Тем более, как меня будет слушать фараон? Еще много примеров. Моше перед смертью говорит, если уж при жизни моей вы бунтовали против Вышнего все время, то что будет после моей смерти? И, кстати, есть у комментаторов этих Мидрашей несколько вопросов насчет того, что есть вроде еще примеры из Танаха, которые здесь не приведены. Почему именно эти десять приведены? Во многих местах в Танахе говорится Хэнбне Исраэлло Шамули. Уж если так, то тем более. И на этом я на сегодня закончу. И урок наш посвящался для безопасности и спасения заложников, чтобы вернулись заложники в Азию, вернулись домой живыми, здоровыми, насколько возможно, здоровыми. все прошли через такой ад, что, конечно, они много дамет вылечиться, но хотя бы без Ра Ташем, чтобы пока что они вернулись и чтобы Всевышний послал исцеления всем раненым на Святой Земле.